Эх, господа, чем я хорош? Тем, что со мной можно дружить. Со мной не просто можно дружить, со мной еще и нужно дружить. То есть, сколько у нас было замечательных телевизионных передатчик, которые типа а-ля автостоп. Да их много-то было. Я вам серьезно говорю, для того, чтобы вы заработали с автомобилями, вы должны их любить. Большей частью, как это делаю я. Потому что машина для меня, это часть моей жизни. Часть моей жизни и достаточно давно. То есть, первый свой автомобиль я попробовал в руле, когда мне было всего два года. То есть, в свое время папа купил хорошую машину. И с трех лет я, естественно, за рулем. А свою первую машину я начал ремонтировать, когда мне было шесть лет. Ну, чтобы было понятно, да, кто и чем в этой жизни вообще, по сути, это дело занимается. Почему Паша Базаров, который располагается здесь, на Сурикове 11, также дружит со мной? По одной простой причине. Наша продолжительность, нашей дружбы, это уже не один год и не два года. Это более чем пять лет. А может быть, еще и больше того, как. Как вы прекрасно понимаете, я тоже показываю, что и он работает. Он работает и показывает вам замечательный результат. Сюда приезжают машины. Отсюда машины и уезжают. Чем ли не это ваши правила? Да сколько их контор всяких развалилось, а? Теперь про телевидение. Ну, чтобы вы поняли. Все думали, что я крут. Так вот, я таковым и являюсь. А ваши программы в Ауте тоже про машины. Авторитет, ДДТ, Юрма, Первый Мерседес, Вэлт. Сколько китайских машин ушло. Сколько японских машин ушло. А еще Белибердень из Челябинска отвалилась, а я остался. То есть, 18 лет в эфире как-то круто. И вот, 10 лет назад я познакомился с Павлом Базаровым. И самое забавное, что в большей степени мои машины и машины моих друзей делаются здесь. И это клуб. Хороший клуб. Тема весьма интересная, да? Называется косяки человеческие. То есть, вот у меня машину типа покрасили, да? Типа взял, отвалился бампер. Я типа пошел и не смог его найти. Это нормальное явление или нет? Ну, люди все живые. Не косячит тот, кто не работает. Это я уже говорил неоднократно. Единственное, не все хотят за свои косяки отвечать. Многие прячутся, вот как в ситуации с тобой. То есть, где-то ты сделал. Теперь найти его не можешь. Исправить никто тебе это не собирается. Мы здесь находимся с 2000 года. То есть, здесь, я надеюсь, будем находиться и до 3000 года. Ну, по крайней мере, сколько позволит возможности, будем здесь работать и жить. Давайте все-таки определимся. Программа «Автостоп» у меня вышла в 2001 году. А вы с 2000 года. То есть, вы старше меня? Да, автоклуб «Феникс» старше вашего автоклуба. Вот это хорошо, да. То есть, в принципе, я уже не буду говорить, сколько машин переделано. По одной простой, давайте все-таки определимся. Да, вот я только что объяснил. Количество людей испарившихся, да. Вы не испаряетесь. Вы начинаете и продолжаете грамотно работать. Так ли это? Да, мы там не какой-то большой технический центр со всякими сложностями. Маленький автоклуб частный. Занимаемся машинами с удовольствием. Не ради бизнеса, не ради сверхдоходов. То есть, тут все честно, прозрачно. Поэтому нам и нет возможности испаряться, и не нужно. Меня интересует вопрос бизнеса и доходов, да. Бизнес дохода – это когда много шпаклевки красится, да. Ну, называется малярная мастерская. Здесь, по-моему, не совсем так все делается. Ну, есть такие, да, мастерские, где все на поток, быстрее, быстрее. То есть, чем рихтовать долго, там, пару дней деталь до идеального состояния. Все это замазали шпаклевкой, церетели, в скульптуру вывели, закрасили, все. То есть, когда клиент забирает машину, сначала все нормально. Первое, там, зима, холода, морозы, и все это лопается. То есть, мы будем говорить, что, в принципе, если общаться с вами, мы получаем грамотный результат. Машина делается, делается быстро. И вы, в принципе, можете либо ее продать, либо продавать эксплуатацию дальше. Да, конечно, да. Ну, вот, мой косяк и присутствует. Я, честно, работая на ТВ уже 23 года, скажу, что с легким непониманием слежу за теми, кому лет-то чуть больше. И как родоначальник магнитогорского бизнеса в коммерческой составляющей скажу, да не было вас в то время. Но, как автор автостопа, снимаю и понимаю, что этот бокс, он старше, чем я. То есть, 20 лет в одном и том же месте, а может быть и более, ваши машины восстанавливаются. Вопрос-то другой. Вы спросите у онных, сколько лет вы в бизнесе, и поймите, что проще, грамотнее и дешевле этот бокс. Кстати, здесь делают не только пострадавшие машины. Здесь их полностью восстанавливают, и машины выезжают отсюда не только с новым кузовом, но и с лучшими, а может быть и с новыми показателями работы двигателя и подвески. Теперь, когда наша тема-то немножко другая, да? Почему вы не видите автомобилей в нашей передаче? Да все очень просто. Все эти люди... Сколько этих людей-то было, а? Давайте вспомним. Тех людей, которых уже и нет. Джимир, нету их. Авторитет, нету его. Омега, нету его. То есть, много людей, которых по сути нету. Автоград, к сожалению, почему-то нет его. То есть, они в свое время общались со мной, у них было все хорошо. Но после того, как у них перестали это делать, ну, вы понимаете, что у них случилось, да? Вопрос номер другой. Почему я сейчас не говорю про их автомобильчики? Ну, как вы прекрасно понимаете, камера тоже денег стоит, машина тоже стоит денег. Нифига не дешевое удовольствие, если честно. А сейчас я вам просто объясню, ну, чтобы вы так поняли, о чем речь-то идет. Вот вы сейчас все сели, да? Вот меня смотрят работники телевидения. Меня смотрят работники металлургического комбината. Ну, а почему нет? Меня смотрят, ну, обслуживающий персонал. Меня смотрят бизнесмены. Меня смотрят, ну, все те, кто пытается каким-то боком заработать деньги. Так вот, тот человек, который вам продает машину, у него средняя заработная плата 100 тысяч рублей. У вас все в порядке? У меня не все в порядке. Так вот, господа мои, в смысле, дилеры, ценники вот нифига не дешевые. А если что-то и не получается, то пункт номер один. В конце каждой передачки есть мой телефончик. Если вы сильно-сильно хотите или хотите продать машину, вы что мне позвоните? Да какие проблемы-то? Я вам серьезно объясняю. Все машины, они, в принципе, абсолютно одинаковые. Четыре колеса, одно рулевое. Ну, что там крутого-то и нет. А всякие эти прямой очки, я только что приблуды, правильно? Ну, вот. Отличный автомобиль, на котором я говорю. Другой вариант. Где вы эти машины будете делать? Вот мы почему сюда приехали на Суриков-11, да? То есть, да, состояние сложное бывает, да? И ко мне въезжают. Ну, если мы будем говорить о правилах въезда, то берем 100%. И, к сожалению, только в 5% я въезжаю. 95% меня. Возникает вопрос. Где мне сделать хорошо и качественный автомобиль? Ну, естественно, здесь. По одной простой причине. Мы выбираем изумительные запасные части. Делаем это все дешево и качественно. Я получаю грамотный результат. Я получаю грамотный результат. К слову о том, что если, допустим, вы врезались. Такое тоже случается. Жизнь такая. Ничего не можете сделать. То бишь, мы берем и приезжаем сюда. В результате мы найдем вам либо бэушные запасные части, либо возьмем новые. Кстати, место я вам показал, где можно новые запасные части взять. Быстренько-быстренько вам все это дело собирается. И я не знаю, где и как, но здесь машина, даже если она в никаком состоянии, ну, она восстанавливается в течение недели. Кто вам еще может это сказать? Кто еще это может сделать?